Это Сергей Иванов, совладелец, член совета директоров и исполнительный директор группы компании ЭПКО. Попробую рассказать то, что мы рассказываем внутри у нас, в нашем учебном центре о компании. Есть такой мыслитель, на самом деле его труды легли в основу геополитики, Фридрих Рацель, в 19 веке жил. И он интересные вещи вообще сформулировал. Среди прочего он сказал, что протяженность государства увеличивается по мере развития культуры. Протяженность любого государства. Вообще он утверждал, что государство живое, и вопрос неизыблемости границ, он на самом деле такой сразу становится спорным. То есть он говорил, что оно растет, уменьшается, а то развитие государства является всегда следствием развития его культуры. Ну и соответственно аналогичным образом в отношении к корпоративной культуре, чем более глубокие знания о природе человека заложены, чем более четче и яснее компания транслирует смысл и идеи, вокруг которых она свой бизнес строит, тем больше потенциал у этого бизнеса. Вот. И он же на самом деле ввел такое понятие, как жизненная энергия нации. И получается, что на самом деле тема корпоративной культуры, которая там, ну вроде как бизнесовая история, но на самом деле она не совсем-то и бизнесовая. То есть мы, вот человек, который в нашу, ну в среду к нам попадает, он находясь в этой культуре, его жизненная энергия как бы растет или куда-то исчезает. Вот. Мы вообще ключевыми, наверное, причинами конкурентоспособности нашей видим вот в нашем понимании вопросов культуры, вопросов природы человека. И вообще следствием того, что как бы компания, ну сегодня вот достигла то, чего достигла, она выросла с нуля. То есть она вот за 26 лет выросла с небольшого цеха в Алексеевке до компании. Сегодня у нас 16 производственных площадок, 16 заводов, производственных площадок поменьше, 17 тысяч человек работают, 2 миллиарда долларов оборота, и мы все время растем. И вот главной причиной вот именно этих результатов мы считаем и верим в это и продолжаем, ну как бы двигаться в этой же логике, это культура компании. Вот я попробую о некоторых, ну что такое, да, там что мы под это подразумеваем? Это система смыслов, ну отражающая суть компании и система ценностей. И система формализованных или неформализованных отношений или деловых практик, ну которые сотрудники или работники компании реализуют в своей повседневной деятельности. Вот. И главную, наверное, идею, которую мы для себя как задачу формулируем в отношении, ну мерило правильности корпоративной культуры. И могу предложить всем поспорить и подискутировать даже на эту тему, что, ну правильная, мерило правильность это способность компании за счет этой корпоративной культуры быть конкурентоспособной. Ну как бы устойчивой, конкурентоспособной деньги зарабатывать, расти. А людям, которые в этой компании работают, эффективными, приносящими пользу, счастливыми, вот как бы их, ну гармоничными и психически-физически здоровыми. Вот мы это называем, ну другими словами, способными достигать жизненного успеха своего персонального. Я не все, конечно, буду рассказывать, я попробую самые резонансные какие-то вещи. Вот то, что, ну на мой взгляд, то, что отличает компанию, и то, что может быть в противоречии идет вообще с устоявшимися убеждениями бизнес-практик деловых. Сразу хочу сказать, у нас, ну как бы, у нас она яркая культура наша. То есть у нас есть люди, которые приходят в компанию, две недели поработал, и как пробка вылетает. А есть люди, которые... Потому что понял, что не сможет. Не мое, да, да. Вот оно не мое, да. Я, ну без оценочных суждений, как бы мы каждого этого человека разбираем и понимаем. И мы говорим, ну слава богу, на самом деле, что это быстро произошло, потому что, ну как бы, через год это было бы болезненнее для всех. Ну, а есть люди, которые приходят в компанию и говорят, ух, да я до пенсии здесь хочу работать. Вот. И таких нам... И такие тоже есть, да. И у нас, ну как бы, у нас в компании 15-20 лет программа гарантированная, ну программа развития, это стандарт. У нас все, весь высший менеджмент, акционеры сегодняшние, они работают... Я вот приблудный, три года скоро, а все остальные работают не менее 15 лет в компании. То есть и вообще и в топ-менеджменте у нас там 15-20 лет работает стандартно. То есть мы, в принципе, ну там она достаточно крепкая в этой части. Давайте я попробую просто какими-то тезисами рассказывать, может быть не так глубоко, а дальше если... Ну вот мы с вами диалог давайте будем строить. Если что-то будет непонятно, вы там уточняйте и... Хорошо, да, просто вопросы уже есть, зрители уже пишут, подготовят. А я думаю, что это будет не... Это, наверное, вот с учетом того, что у нас времени мало, если мы будем отвлекаться на вопросы, я просто не расскажу о том, что хотелось сказать. Я согласен, выберем, выберем три вопроса в конце и ответим на них. Хорошо. Первая часть, да, то, что серьезно компания отличает, и она меня, ну как бы, с самого начала зацепила еще в 2008 году. Мне заявили, Сергей говорит, если у тебя нет, ну вообще в нашей компании, если у тебя нет компетенции, а есть деньги, ты не можешь быть акционером компании. А если у тебя есть компетенция, но нет денег, ты можешь стать акционером нашей компании. Мы вообще компетенции оцениваем, ну как капитал более существенный, чем финансовый. И первый принцип у нас, природа власти, это есть компетенции, а не деньги. И, соответственно, если человек, ну, или руководитель теряет компетенции, перестает быть экспертом, там, как бы, для нас очень важно воспроизводство персонала, начинает тянуть одеяло на себя, там, или как-то, ну, разрушать компанию изнутри, даже если это акционер, ему, у него будут выкуплены акции, и он уйдет отдыхать. Поэтому, ну, для нас это такая красная линия очень четкая. Развитие компании связано с, ну, вообще, как бы, все хорошее в компании с головы, ну, от акционеров, там, или от советов, все плохое тоже от ниже. Вот если в голове ничего хорошего нету, то на самом деле ждать от того, что в компании что-то хорошее появится практически нереально. Вот поэтому мы к акционерам, ну, в очень высокие требования предъявляем и личностные, и профессиональные. Вот, у нас в компании, второй, там, вторая идея, ни у кого нет контрольного пакета акций. То есть, если я про акционер, ну, как культура акционеров, она, на самом деле, дальше транслируется, да, вот как мы внутри, там, между собой живем. И это первый принцип, который был заложен еще 26 лет назад. У Кустова Валерия Николаевича нет контрольного пакета акций. И идея здесь очень простая. Ну, во-первых, у нас природа власти, компетенция и не деньги. Следствием этого является то, что у нас любой сотрудник может стать акционером. Из сегодняшних девяти человек восемь пришли работать в компанию. Кто-то простым менеджером, начинающим, начальник отдела. А кто-то просто вообще, там, рядовым сотрудником. И вот, там, за 15, там, за 18 лет кто-то вырос в акционеры компании. То есть, мы этот лифт не закрываем. То есть, мы не отделяем акционерство от простого сотрудника. То есть, если вы готовы на себя лямку тянуть и амбиции в себе чувствуете, быть партнерами нашими, вперед, как бы, мы только будем рады. Высший менеджмент – это спорт высших достижений. Одиночка вот с таким сложным бизнесом, как наш, одному справиться невозможно. Даже к десятерому справиться невозможно. Нам не хватает, на самом деле, акционеров по ключевым направлениям, по некоторым из ключевых направлений. Второй принцип, да, это то, что ни у кого нет контрольного пакета. И следствием его является принцип соборности. То есть, мы его называем именно таким образом. У нас даже, у нас, там, председатель совета директоров – это первый среди равных. Генеральный директор компании, тоже, там, первый среди равных. И мы, вот, все, там, вместе, там, по ключевым решениям. Я не припомню истории, когда бы не единогласно принимались решения компании. То есть, если, особенно, если какой-то принципиальный стратегический вопрос, и непонятно, что кто-то не согласен, мы откладываем все и тратим столько времени, которое необходимо, даже если у этого человека 3% акций. Но чтобы, как бы, это не было вот такая, ну, типа, как вы считаете, так я сделаю. Нет, вот ты, как бы, сердцем и умом, как бы, ну, прими, если это правильно или неправильно. Мы вообще считаем, что, декларируем, что Платон мне друг, но истина дороже – это легитимизация предательства. Это лозунг предателей. Если тебе Платон друг, ты, пожалуйста, отложи все, что у тебя там есть, там, не знаю, пивка с ним выпей или что-нибудь покрепче. Но если ты в истину веришь, вот, как бы, сделай так, чтобы этот Платон или друг твой, ну, как бы, эту истину с тобой разделял. Вот, соответственно, следствием, ну, как бы, этого принципа соборности является очень важная такая вещь, как разумный уровень конфликтности. То есть мы понимаем, что, ну, только в сопоставлении точек зрения, в критичном осмыслении друг друга это вообще работает. Вообще такая модель, она может быть реализована только если, ну, участники этой модели референтны друг другу, важны, значимы. Есть какое-то чувство вот эмоциональной значимости каждого из этого человека. Ты можешь сказать, что, ну, я, я, вот, точно мне не безразлично, что он думает и о ситуации, и обо мне, и вообще вместе, и вообще, насколько мы вместе в будущее смотрим. Это возможно достигнуть только при условии, если вы на жизнь одинаково смотрите. У меня был пример из собственной жизни, когда я ушел из солнечных продуктов, потому что я не был акционером. Ну, я был очень маленьким акционером и права не имел, как на какое-то слово. Вот, и мне показалось, что я должен бизнес делать со своими, с теми, кого я знаю хорошо, с кем от ценностей одинаковые. Мы учились вместе в физико-математической школе и решили делать сначала техносилу вместе купили, потом ее продали и вложили все деньги, которые заработали в аэрокосмический стартап. И в итоге выяснилось нам, что за 7 лет я вот для себя вдруг понял, что на самом деле ценности, это немножечко большее, чем вместе в одной общаге жить, на дни Олимпиады ездить, школу одну закончить. Как бы один уехал в Америку, эмигрировал в Америку. Со вторым мы по другим вопросам разошлись. Ну, я на самом деле, вот там, моя цена, которую я заплатил за эти уроки, я вот, ну, дружба разрушилась. Ну, может быть, ее и не было, но это вот как бы, я себе нагородил таких фантазий в отношении вот, как бы, партнерства вокруг ценностей одинаковых, что просто глаза залепил и на очевидные вещи не обращал внимания. Ну, внутри компании мы четко совершенно отдаем себе отчет, что нас объединяет одинаковый взгляд на мир, одинаковый взгляд на вещи. У нас нету ничего, кроме компании, у нас нету никаких запасных аэродромов, ни у кого нету активов за рубежом, ни у кого нету никаких активов, кроме компании. То есть у нас all in. Да, это как на английском говорится, fully committed, очень привлекательно для любых инвесторов там. Все акционеры сто процентов времени работают в компании, ни одного пассивного акционера. У нас, если ты устал и собрался на пенсию, ты должен продать свои акции. Акции не передаются по наследству. Поэтому, ну, вот как бы, вот это все, оно делает всех вместе, вот мы как бы в одном кругу сидим, в одной лодке плывем и в будущее одинаково смотрим. Одинаковый взгляд на ценности, но это не значит, что у вас не может быть конфликтов. Я просто знаю лично одну компанию собственников, которые раз в год закрываются в кабинете, кидаются там друг в друга стульями, спорят очень одесточенно. Нет, 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 у нас такого нет. У нас хватает такого здоровья. Но потом, ну, договариваются. У нас, в принципе, все достаточно психически уравновешенные и здоровые люди. Вот до этого точно не доходит. Но это не значит, что мы не можем выражать точку зрения отличную от другого. Но самое главное, наверное, для чего эти принципы существуют, исключительно из эгоистично-рациональных соображений. В 19 веке, по-моему, французский какой-то мыслитель такую мысль произнес. Власть развращает. А абсолютная власть развращает абсолютно. Поэтому вот эти два принципа, они просто... Я думаю, сейчас в стране у нас мы ярко очень наблюдаем. Нет, нет, давайте в политику... Мы не будем туда уходить, да, но я согласна с этим высказыванием. Я знаю, ну, как бы, именно корпоративная культура меня интересует. Я знаю людей, которые, ну, бизнесменов очень талантливых, очень успешных, которые, попробовав партнерство, сказали, да никогда на свете. Да чтобы я с кем-то еще что-то обсуждал и о чем-то договаривался. Да вот все, выкупил и забыл, как страшный сон. А как бы, а вот здесь обратная ситуация, ну, там, представляете, ну, ты, не знаю, представь совета директоров, и ты должен договариваться постоянно, объяснять, обсуждать, там, слушаться. И, как бы, этот принцип никогда не менялся. Вот это вот установка очень простая, просто, как бы, здоровье психическое. Ну, а как же подход, что вот иногда в конфликте рождается такая-то... А кто вам сказал, что конфликтов нет? Ну, конечно, есть. Я же вам говорю, разумный уровень конфликтности, это один из... это дополняющий принцип соборности. Разумный уровень конфликтности. Ну, только мы табуретками не кидаемся. Это у нас, говорю, у нас, как бы, мы уравновешенные достаточно люди и здоровые. Это крайняя степень психопатии, когда вот такие реакции проявляются. Это надо реально лечиться и идти к доктору. Кто-то считает, что лучше вот не держать это в себе, там, один раз высказать, выкричать, зато потом с чистой душой и совестью пошли дальше. Вот такой вот существует подход. Следующий принцип. У нас высший менеджмент делится на три категории. Высокооплачиваемые менеджеры, высшие менеджеры и акционеры. Высокооплачиваемые менеджеры – это те, кто, ну, как бы, научится воспроизводить высших руководителей, воспроизводить себе подобных. И у высокооплачиваемого менеджера природа его вовлеченности в бизнес и природа его вообще жизненной активности и эффективности. Может быть, могут быть деньги. Ну, нормально, да, я деньги зарабатываю. И может быть, там, ну, статус я, вот, как бы, мне важно быть начальником. И это дает мне такой силы внутренней, что я, как бы, и пользу очень много приношу компанию. А вот у высшего менеджера природа его активности жизненной будет уже ответственность. Ответственность за социальное пространство, за людей. И, как следствие, этой ответственности начинают появляться и вырастать люди. Вот, соответственно, высший менеджер воспроизводит себе подобных. А акционеры, вот, как бы, это вот, это высшие менеджеры, которые научились, ну, всем сердцем, вот, не только умом, но еще и сердцем, ситуационно жертвовать своими личными интересами ради интересов компании. Для которых принцип, принцип общая выше частного. Это вот, ну, это вот не просто какая-то красивая побрякушка, а абсолютно, естественно, опять же, рациональная, выбранная логика, которая, которой человек понимает, что я просто, это для меня более выгодно и более правильно. Общее выше частного. Потому что частное выше общего, я тогда, ну, как бы, я должен быть индивидуалистом. Я тогда должен быть одиночкой, я куда-то должен вываливаться из этого. Ну, нет, вот, общая выше частного, это то, вокруг чего я готов свою жизнь строить и модели вокруг себя реализовывать. Вот, следующий вопрос и следующий, как бы, корпоративная норма наша. Я в Фейсбуке недавно писал об этом. Природа легитимности власти, как это мы рассказываем, власть может быть легитимной и дееспособной только, если она соответствует пяти условиям. Имеет право поощрять, имеет право наказывать, обладает экспертизой, юридически оформленная и обладает харизмой. Ну, вот, умеет вдохновлять и вести за собой. И проблема, с которой мы сегодня сталкиваемся, ну, на рынке труда, это фантастическая штука, когда люди не считают себя обязанными быть экспертами. Глубоко, предметно разбираться в свое, даже в том, чем он занимается. У нас там, не знаю, R&T-директор приходил из большой-большой компании глобальной на большие деньги, 10 тысяч долларов заработная плата. Вот он не просто химию жиров не знает, ему даже не стыдно то, что он химию жиров не знает и не хочет в ней разбираться. Он там говорит, я лидершиптом, я там, как бы, людьми могу управлять. Или, как про HR мы с вами уже проговорили, да, то есть очень много специалистов в этой области, которые человеком, ладно, они ничего не знают про человека, они не интересуются человеком. Просто даже вот эмоционального интереса нету, вот разбираться, ковыряться, вот что ж такое человек, что ж такое природа человека. Канемана почитать, там, Черниговскую разобрать. Что же Черниговская говорит, когда она говорит о том, что наука о человеке и жизнь, вот как бы, настоящая, это вот, как бы, вот есть, это два параллельных мира. Вот то, что наука знает о человеке, 99% знания не используется. А вот 1% всего знания используется. А как это могло бы быть реализовано? В педагогике, в управлении, в менеджменте, в развитии людей, там, в подборе. То есть не она говорит, что не используется. Вот этим интересоваться, или Бехтерева Наталья Петровна, да, сколько трудов оставила вообще, как бы, и у нас вообще школа-то интереснейшая есть в этой части. Нейрофизиология и прочие-прочие-прочие вещи. Просто заинтересоваться, никому не интересно. Маркетолог, который там, не знаю, у нас к нам приходит маркетолог за большие деньги, он не знает, что такое семантический дифференциал. Да для него био-психо-социальный маркетинг, вообще ругательство, слово ругательное, еще какая-то белиберда. И да ему даже не интересно в этом разбираться. Вот такие маркетологи бывают. Венец этого дурдома генеральный директорат, который искренне совершенно, я знаю нескольких человек таких, очень крупными компаниями управляют. Они говорят, зачем я буду разбираться, как эта технология работает, зачем я буду разбираться, как вот там этот завод работает. Я вообще инвестиционный банкир по образованию и по опыту своему. Я как финансовый анкел, как бы я вот через парадигму инвестиционного банкира всегда могу в любом бизнесе разобраться. Ну вот как бы это, честно говоря, такая грустная вещь. Вот у нас в компании высший менеджер обязан быть экспертом, обязан быть лучшим в том направлении деятельности, за которое он отвечает. Следующий принцип. У нас, ну там, лидерство или уровень, ну мы это называем все-таки власть. У нас существует внутри компании три уровня, три вида власти. Административная, мотивационная и концептуальная. Вот административная власть предполагает, ну или вот этот стиль управления, предполагает управление путем прямых указаний. Ну и модель там очень простая. Я начальник и дурак. То есть там такие люди, они говорят, мне умные сотрудники не нужны, мне нужны те, кто патроны будут подносить. И в нашей иерархии, вот как бы в нашей системе, в нашей иерархии системы смыслов, это те люди, которым в туалете занято кричать можно. Ну то есть как бы это вот, это совсем-совсем низшая ступенька развития руководителя. Хотя, как бы такие есть, и они могут быть очень эффективны, и на каких-то статусно-верверевых позициях они, но только они могут быть эффективны. Вот следующий уровень развития менеджера, да, и следующая ступенька власти, это мотивационная власть. То есть власть, основанная на управлении, ну конкретными мотивами поведения людей, как материальными, так и нематериальными. Власть, которая понимает, что у человека есть эмоциональные потребности. И для того, чтобы быть эффективным, его эмоциональные потребности должны быть удовлетворены. Вот, и третья власть, это высшая власть, да, это мы называем концептуальной властью. Власть, которая строится на управлении через разработку и контроль реализации какой-то концептуальной идеи. Идеи, через которые, ну как бы, отвечается, и находится ответ на вопрос, почему модель деятельности, вот конкретная, вот конкретная концепция будет обеспечивать результаты конкурентостной и конкурентоспособности. Вот. Следующая часть, сущность авторитета. Что мы называем авторитетом? Мы говорим о том, что авторитет руководителю, авторитет автоматически никогда с креслом не приклеивается. Если ты стал начальником, ты должен всегда доказывать свой авторитет в практической деятельности. Прошлые заслуги руководителя ничего не значат. Появился у тебя новый сотрудник, ты перед новым сотрудником должен свой авторитет завоевывать с нуля. Авторитетом обладает только тот, мы утверждаем, кто на практике доказал свое моральное и формальное, то есть профессиональное право руководить. То есть, ну, другими словами, то есть они, ну, как в конкретных примерах там и в опыте, вот было две точки зрения. Его сотрудник сказал, я считаю, нужно сделать так. А он говорит, нет, а вот я считаю, нужно делать так. И вот в конкретной ситуации он говорит, ну, ладно, давай по-твоему делай. И выясняется, что на самом деле надо было делать, потому как руководитель говорил, вот это начинает, ах, он был прав, ах, вот оно что, я должен его слушать. Вот как бы природа авторитета. Еще одна норма есть. Мы называем ее генералы, должны уметь поднимать роты в атаку, и иногда это делать. Имеется в виду, что каким бы высоким руководителем ты не был, как бы высоко-то не залетел, ты должен руками щупать реальность, ты должен иметь какую-то предметную зону личной твоей персональной ответственности, где ты самостоятельно отвечаешь за, или за проект, или за, ну, там, не знаю, у нас в брендовом дивизионе, у директора брендового дивизиона обязательно, и не только у директора, и, там, у директора по сетям, или у регионального коммерческого директора, всегда есть зона ответственности, какой-то небольшой, где он доказывает свое право на то, что он эксперт и профессионал. То есть нам говорят, типа, мы заводим, не знаю, новую линейку йогуртов. У него есть сеть его личной ответственности, где он должен доказать, что это возможно, что это делается. Или, например, у нас председатель совета директоров говорит на совете директоров, я персонально отвечаю за то, чтобы через 9 месяцев новый завод в Тамане, вот такой-то завод, который будет делать одно, другое, третий, был построен. И все, вот как бы, и он в этой модели, он реализует, он отвечает за стройку, и там перед советом директоров ответственность несет. То есть генералы должны уметь поднимать роты в Атагу. И это очень болезненная норма, особенно, когда речь заходит о системе мотивации. И когда вы большому директору дивизиона начинаете 20% его мотивации привязывать к выполнению целевых показателей на территории его личной ответственности. Там милые интересности возникают. Руководитель должен мыслить на уровне причин достижения результата, а не на уровне результата. Вообще мы диалектическую логику очень уважаем, очень ее развиваем, обучаем ей. Есть формальная логика, это когда мы анализируем результат. А диалектическая логика это когда мы разбираемся, что же является причиной, которые привели к этому результату. Есть еще ценностная логика, мы и ценностной логией тоже учим. А почему были созданы те причины, которые привели к результату? И мышление на уровне причин, драйверов, победы, это, наверное, самая сложная вещь, которую мы выковыриваем из наших ребят. То есть легче всего человеку говорить, я же зарабатываю деньги, ну и мое же подразделение, не знаю, 10% EBITDA мы сделали, вообще там мы на 20% планы перевыполнили, а ему по голове стучат, он начинает просто стучать. Ты людей своих уничтожаешь, у тебя люди от тебя начинают бежать. Да я других найму. Погоди, вот что является причинами того, что ты эти 120% перевыполнения сделал? Это твои люди всегда. Это вот главными драйверами, главными причинами обеспечения результата являются твои люди. Давай разберемся вообще, как они живут, чем они дышат, и какими компетенциями они обладают, это как ты их развиваешь. И вот научить человека мыслить на уровне причин, а кроме людей это могут быть бренды, это могут быть технологии, это могут быть тренды, это могут быть инновации, материальные активы качественные тоже это являются причинами. Но человек, ну вот в нашего современного руководителя другой человек вообще влазит очень сложно. То есть какое-то просто парадоксальная вещь. То есть настолько вот как бы самолюбование, настолько эгоизм, настолько тщеславие проникло вот все в нашу природу, что заставить себя думать о другом человеке, это прям вызов, это серьезный вызов личности. То есть я понимаю, что когда случается какая-то ситуация, начинаете разбираться в причинах, искать откуда ноги. Только, ну давайте я вам расскажу пример. Через призму никто не виноват, но ответственность на каждом своя. Вот так. Или все же нет? Ну, руководитель отвечает за бизнес всегда. Не, у нас как бы от соответственности все в порядке, но немного другое. Это два часа про это можно рассказать, Женя. Я же пооткусываю просто, просто пооткусываю. Это все равно полное. Ну, можете на мой фейсбук подписаться, я там в принципе об этом много пишу. Ну, просто вот природа вовлеченности. Вот эмоциональная вовлеченность. Все ее замеряют, все радуются в компании, в глобальных компаниях, даже в наших компаниях это все. Что такое природа вовлеченности? У нас мы, например, разделим... Ну, как бы вовлечен или не вовлечен? Как замерить вовлеченность человека? Что? Он говорит, он галочку поставил, ох, мне хорошо у вас работать. Спешите мои тапочки, правда? Мы говорим, что вовлеченность человека можно измерить только если он... Когда он вовлечен? Его работа для него эмоционально значима. Если его работа для него эмоционально значима, тогда он будет знать показатели свои целевые, он будет знать, что у него на рынке происходит, у него от зубов отскакивают цифры его конкурентов, у него от зубов отскакивает, что он в прошлом периоде сделал, что он в этом периоде сделал, ключевые его цели, ему не надо в бумажку подглядывать. Вот это человек эмоционально вовлечен. А дальше интересно разобраться, а природа этой вовлеченности какова? Нам это тоже интересно. А природа вовлеченности могут быть двух видов. Первое – страсти человека, жадность тщеславия, ну, то, что мы сказали. Я заработаю денег, если я сделаю эти целевые показатели, у меня будет премия дополнительная. И вот у него вот эти деньги внутри, они бам-бам-бам, и как бы ему дают силу невероятную. А может быть природа эмоциональной вовлеченности и чувства ответственности. Он говорит, блин, мне просто стыдоба просто, если я внутри что-то, я не могу к этому по-другому относиться. Не потому, что я, не знаю, я понимаю, что я в этом месяце, ну, там, не знаю, с третьей недели я вижу, что планы не выполняю, но у меня внутри начинает есть, не потому, что я деньги не получал, а потому, что я просто опозорюсь, просто коллектив опозорю, там, не знаю, соратников своих. Вот это чувство ответственности является природой. Природа вдохновения то же самое. Что такое? Вот есть человек харизм... Вот мы говорим, харизматичный лидер, вот там за ним люди идут. А что является его природой, харизмой этой? Мы тоже это различаем. У нас есть, например, такое понятие. Лидер, любящий себя, любящим других. Вот он, как бы, он прекрасно демонстрирует правильные модели поведения. Но если копнуть глубже, то он это делает, он просто самолюбуется. Вот для него вот это интересно. Проверяется это очень просто. Пойдут ли за таким человеком люди в неопределенность? Вот он уходит и говорит, я, ребята, я ухожу, давайте за мной. Вот за такими в неопределенность не уходит, сердце не обманешь. То есть, ну, люди понимают, что что-то какая-то там гнилька все-таки есть. А что может быть другой природой вовлеченности? Когда руководитель говорит, что жизненный успех подчиненного на самом деле, вот как бы самореализация и жизненный успех, это вот и есть главный критерий для него, главный показатель его, его от этого вштыривает, что вот его люди, они вот как бы растут и самореализуются. Следующая норма. Доверие. Что такое мы называем доверие? история. Мы делаем слияние вот как раз в 2008 году и мы договорились по деньгам, договорились по полусу, мы даже договорились, кто генеральным директором будет, кто будет предоставить с вами по директоров, там все распределили, все, надо бы уже начинать, а нам, типа, не, ребят, давайте, ну, вот как бы все-таки доверие, это же все-таки эквивалент понимания. Давайте мы все-таки определимся, поймем, еще как как мы будем вместе работать, как мы жить будем, как принимать решения будем. И мы, ну, с Владиславом Буровым, тогда мой акционер главный и старший партнер, ну, мы же, вы, вот смотрите, вот мы вот такие, мы открылись перед вами, мы вас, мы вам, мы вам доверяем, вы нам, наверное, тоже доверяете. Давайте уже, там, как бы, ну, вместо того, чтобы вот это равно все, и что-то изучать, ну, начинать работать вместе. Они нам что-то толдычили-толдычили. Так вот, когда я внутрь сюда пришел, я понял, что же, ну, насколько мы были далеки в понимании доверия тогда, 12 лет назад. Одни слова произносим, ну, как бы, зачастую очень противоположные вещи понимаем. Здесь мы говорим, сейчас в компании ЭКО, что, доверяю настолько, насколько понимаю. Или вообще принцип, вот доверие можно строить вокруг двух принципиальных принципов, двух главных принципов. Абсолютный авторитет, абсолютная власть держится на абсолютной прозрачности. Абсолютной прозрачности. И это касается, там, не знаю, ну, таких вот вещей, ну, деятельности, анализ-прогноз, анализ-отклонений, причины решений, которые принимаются. То есть, информация должна быть прозрачной, и процесс принятия решений должен быть абсолютно прозрачный. А второй принцип, это вот как раз-таки доверяя настолько, насколько понимая. И здесь мы утверждаем, что обязаны, ну, как бы, каждый должен обосновывать причины, на которых он предлагает что-то сделать. И если нам эти причины непонятны, и мы этим понимаем, мы будем разбираться в них до того момента, пока это не будет для всех ясно. Следующее, доверие, да, точность, про доверие разобрали. Следующая, очень болезненная вещь, которая в нашей культуре воспринимается, ну, не всеми. Мы говорим, мы как, как мы говорим, что такое менеджер? Менеджер, который должен сформулировать образ результата. Он говорит, вот как бы, вот я вам сделаю вот то. И это будет вот так вот выглядеть, это вот можно будет таким-то образом измерить. Потом менеджер, системный менеджер, уже сложная часть, он должен нам рассказать о методах достижения этого результата. Он должен с нами согласовать методы того, как он будет работать. Но самое интересное, и вот в этом все сыпаться начинают, что мы утверждаем, что профессионализм менеджера это не количество корок, который он получил, не количество опыта, который он заработал, не количество сертификатов, которые он имеет, а профессионализм, профессионализм менеджера любого подтверждается точностью прогноза. То есть он говорит, я вот этот образ результата достигнут тогда-то. Все. Ну, как бы, если ты достиг, ты профессионал, не достиг, ну, балабол. И вот, как бы, вот это, на самом деле, ой, а дальше это же мы тоже на мотивацию завязываем. И сплошь и рядом, начинают звучать такие вещи, ну, как бы, неопределенность, понимаете, от контекста много зависит, я сделал все, что мог, на самом деле, вот это как бы, и дальше, и дальше. Я очень старался, я люблю вот это вот, когда я старался, надо не стараться. Да, я сейчас попробую ускориться, потому что время заканчивается. Мы очень много занимаемся развитием персонала. И в развитии персонала есть такая, ну, норма корпоративная, которую мы учим вообще этим заниматься. И это, на самом деле, очень сложно. Это невероятно сложный вызов, как правильно определить программу развития. Мы говорим о том, что каждому сотруднику необходимо определять крест по силам. И вызов здесь следующий. Вот вы, во-первых, вы должны четко понимать потенциал человека. Вот он потенциал вот такой. Он может прыгать на метр. Если вы ему будете задачи прыгать на 90 сантиметров, он начнет деградировать. Вот если вы будете ставить такие задачи. Если вы будете ему ставить задачи прыгать на метр, он тоже начнет деградировать. Это не развивается. Те, кто спортом занимаются, это четко понимают. То есть ты всегда должен, ну, как бы, чуть в натяг давать, вот что-то, ну, сложность какую-то создавать, тебе вот, ну, преодоление делать. Если вы поставите 2 метра прыгнуть, вы разрушите тоже человека, он веру в себя потеряет, потому что он не сможет. И вот крест по силам, это вот в программах развития, это вот всегда, во-первых, понимать, сколько человек реально может, вот что является его потенциалом, и давать задачи такие, которые бы его развивали. Вот, это такой принцип. Следующий. Мы сильно отличаемся в этом вопросе от большинства компаний. Мы говорим о том, что руководитель обязан заниматься рекрутингом и ассимиляцией персонала. Не рекрутер, не подборщик, не HR, а руководитель в первую очередь должен заниматься рекрутингом и ассимиляцией. А служба подбора является просто инструментом, который воронку кандидатов к тебе формирует. Но без службы подбора ты обязан вести, у нас есть понятие, дальний рекрутинг, дальний рекрутинг, оперативный рекрутинг и стадия подбора. То есть у тебя должны быть в голове люди, которые ты там ведешь, там у конкурентов работают, люди где-то пересеклись, то есть интересные, там, возможно, через три года, через четыре года они к тебе, ну, они вот могут вырасти. И ты этим людям начинаешь, ну, как бы раз в год позванивать, там, или раз в полгода, ну, как-то там повод находить какой-то поговорить. То есть мы говорим о том, что в неделю минимум час должен любой руководитель любого статуса заниматься рекрутингом. Ну, ассимиляция вообще само собой. То есть если вы в ассимиляцию, если человек к вам пришел, и в течение первых три месяца вообще ключевое время, который определяет успешность человека в компании, если он, ну, какую-то небрежность в отношении себя услышал, или он что-то не так понял, вы его потеряли. Вот как бы первые три месяца на самом деле фундаментально формирует успешность человека, вот, но будет он вам пользу приносить или не будет. И ассимиляция — это вот наставничество. Никакой HR никогда этому это не сможет сделать. У нас менеджер по ассимиляции — это администраторы. Менеджер по ассимиляции — это те люди, которые вот координируют процесс. Кто, как, где, куда, зачем. Но никаким, никогда они не занимаются самим, самой ассимиляцией. Еще один такой вещь. Она мне, ну, такая звенящая. У нас есть норма — избегание пухлых слов в коммуникациях. Попробую объяснить. Но мне, честно говоря, кажется, что трудно вспомнить что-то более вредное и неправильное, чем язык терпимости и воспитанности, который пришел в менеджмент. Вот этот язык, который вообще исключает оценочные суждения. Такой язык вот такой махровой толерантности, если не сказать крепче, и интеллигентности. Когда основной, ну, вот как сейчас, некультурно и неприлично говорить то, что ты думаешь. Ну, то, что думаешь именно эмоционально и оценочно. Оценочно, ну, как бы звучать некрасиво. А прилично прятать свои мысли в какие-то такие вот в обтекаемые, корректные формулировки. Завуалированные. Обрамляя их умными словами лучше англицизмами. Ну, которые вот прям глубину интеллекта этого человека и подчем. Вот задаешь такому сотруднику, да ладно сотруднику, менеджеру, там, 10 тысяч долларов зарабатывать может такой человек. Ты ему задаешь прямой вопрос по работе. Конкретно, предполагая, я ожидаю конкретный ответ получить. Получаешь какое-то пухлословие. Вот это именно другими словами мне надо назвать. Пухлословие. Из которого вообще ни хрена не понятно. Вот как бы, что он думает? Он с этим согласен или не согласен? Он считает, что это хорошо или плохо? И как бы, не задеть же никого не надо, да? То есть, вот как бы, не задеть, свои карьерные перспективы не подставить. Ну и вообще, вообще идеально. Так рассказать, набросать, набросать так, чтобы руководитель начал тоже говорить. Ну вот, как бы, и вот его точку зрения это диагностировать. И потом, ах, ну да, конечно, я вот это и делал виду. И ладно, такие люди лишаются способности грязь и мерзость своими именами называть. Они реально лишаются способности. Но такие люди ведь лишаются способности искренне и с сердцем, и, ну, и с душою благодарить и хвалить. Их похвала это тоже пластик, который ты скажешь, ну, слушай, не верю. Что за фигня вообще? Какой-то тут произнес какие-то слова. Я не слышу, что у тебя какая-то мускула на сердце дрогнула от того, что ты произносишь. Вот и мы говорим о том, что Эвка – это провинциальная компания. Мы, ладно, не буду ничего про столицу говорить. Провинциальная компания – не интеллигентная компания. И деньги мы своим менеджерам платим не за мудрствование и пухлословие, а за конкретные оценочные суждения, в том числе в отношении высшестоящих руководителей. И мы утверждаем, как принцип этот звучит, что пухлословие, использование пухлых слов в словах, в коммуникациях – это свидетельство нежелания человека занимать однозначную позицию, брать конкретные обязательства, отвечать за свои поступки, давать оценки, принимать решения. Другими словами, это признак ухода человека от ответственности за то, что он делает. Признак, на самом деле, беспомощного непрофессионализма. Вот поэтому у нас за мудрствование полагаются розги. И если не помогает и не лечит, выгоняем. Вы понимаете, как непросто у нас работать, да? Да. Я уже призадумалась. Я думаю, сейчас многие наши зрители тоже... Отношение к ошибкам. Каждый имеет право на ошибку. Каждый имеет право на ошибку. И только ошибки обеспечивают личностный рост. Но у нас есть ошибки прощаемые и ошибки непрощаемые. Вот ошибками непрощаемыми, называемые то, что человек может делать, но ленится. Вот он может однозначно, он это способен делать, но вот что-то как-то не заставил себя, вот не преодолел. Поленился подумать и написать понятную должностную инструкцию для своего сотрудника. Поленился подумать о будущем своего сотрудника и описать это в каком-то внятном документе, который мы называем образ будущего сотрудника. Вот где понятно развитие человека, он через две статусно-ролевых позиции, где он будет, сколько он будет получать, какие задачи он будет решать, какие компетенции он должен развить себе для того, чтобы это произошло. Не умеет быстро писать, вот это тоже непрощаемые ошибки, не умеет быстро вписать на компьютере, в Word у нас есть норматив скорости печатания. И это тренируется просто очень сложно. Не умеет Excel базовым пользоваться, не умеет PowerPoint пользоваться, не умеет писать job-офферы, предложения о работе. Вот если вот это, это мы ошибками не называем, это как бы, это непрощаемые ошибки. А вот если что-то там решение принял, деньги потеряли, и если там, не знаю, на человека сделал ставку, а он его предал, подвел, ну, это все, это жизнь. И от этого никуда не деться. У нас есть принцип, каждый человек приспосабливается под компанию, но и компания приспосабливается под человек. И чем выше статус, чем выше сотрудник, чем выше статус сотрудника, тем больше компания приспосабливается под человек. Тоже не буду погружаться в конце, да? У нас же время, да, к сожалению, есть у нас еще вопросики. Я думаю, что можно... Да, ну я этом проскочу. Давайте я вот закончу вот этим, потому что здесь, наверное, мы тоже отличаемся. Главная цель существования, вот как бы, главная цель существования систем управления. У нас система управления достаточно, ну, как бы, мы в этом, ну, она ясная, понятная, она администрируемая, она вербализованная, задокументированная, идеологизированная. Любые определения можно применять. Вот главная цель существования систем управления, это ее самосохранение. Вот, а прибыль является признаком здоровья системы управления. И ничем иным. Вот, соответственно, если система управления, ну, и как бы, социальная ткань, социальное пространство эффективная, то есть система управления обеспечивает эту эффективность. Люди себя чувствуют гармоничными, и им интересно заниматься своим делом, и они уверенность там в свое будущее смотрят, и они искренне совершенно говорят, да блин, я в этой компании до пенсии, я верю в то, что я здесь до пенсии буду работать, и обо мне позаботятся, и раскроют мой потенциал. Тогда это, тогда прибыль будет просто следствием вот этой правильности, которая в культуре заложена. Вот. Это, наверное. Все, что хотел рассказать. Давайте по вопросикам пройдемся. Значит, вопрос первый. Вы через много лет обошли торговую марку Махеев. Скажите, пожалуйста, за счет каких именно инструментов? Вот такой вопрос. Давайте я свое отношение расскажу просто. Я же все-таки со стороны, я же конкурировал со Слободой. Я долго не понимал, на самом деле, что такое Слобода как бренд, и системы смыслов и ценностей, которые она транслирует. И у меня получилось, при мне, у меня получилось просто удачу, на удачу создать московский Провансаль. И московский Провансаль, мы попали вот как бы, он с нуля. То есть, мы когда зашли на московский провой комбинат, не существовало Провансалья МЖК. И даже россиянка, которая была торговой маркой МЖК, оказалась выведена из актива. И нам пришлось придумать с нуля. Мы придумали вот это слово московский Провансаль, и мы придумали позиционирование. Традиция, вот это Москва, Солизам не верит, вот из тех времен, вот как бы, вот эту ностальгию прокачивать. И нашли коммуникацию. Визуальные коды у нас удалось найти. Борщ украинский, Провансаль, московский, там что-то еще, там Провансаль, московский, ну какие-то такие вещи. И я только там лет через 15, наверное, понял, что, не-не, через 10 лет я понял, что это вообще, вообще никакого системного маркетинга не было в этом всем. Нам просто повезло. Бала Таня Чепель, очень светлый человек, директор по маркетингу. Ей просто вот небо соблаговолило, вот как бы вложить в ее светлые мозги такие идеи. А потом пришел Леша Пишенин и докрутил. Вот он докрутил вот это позиционирование традиционное, ностальгическое. Сейчас московский Провансаль разрушают как бренд. Ну, по крайней мере, то, что мы в него закладывали. И придя в, ну, тогда, когда мы сливались, мне Кустов говорил, Сергей, ты в маркетинге ничего не понимаешь, у меня маяк в гордыне, просто все, как так, не понимаю. Посмотрите, московский Провансаль, вообще, он вас, ну, он слободу трахнул в Москве. Ну, как вы мне говорите, что я в маркетинге ничего не понимаю? А он пришел сюда, я понял, что вообще, действительно, нифига в маркетинге не понимаю. Простая вещь там. Ницкоп, да, сегментация Ницкопа. И если посмотреть, вот, как бы, на какие эмоциональные потребности, к каким целевым аудиториям разные бренды транслируют свои сообщения, и как вот они, вот как они выстраивают свою коммуникационную стратегию, свою, ну, как бы, свои, ну, то, как они разговаривают с своим потребителем, вы заметите, что никто настолько цельно, последовательно, и, ну, вот, как бы, на протяжении многих лет не отрабатывал свое позиционирование как слобода. Вот она, это вот, ну, как бы, и это, причем, и настолько аккуратно там, вот, разве, ну, там, это традиционная традиция, это зайцы-собаки, да, по Ницкоповской, по ТНС-овской вот этой сегментации, традиция домохозяйки, но вот насколько осторожно и аккуратно стилистика добавлялась, да, слобода, с точки зрения слова, там и так этой традиции в одном слове дофига, а вот как там, как, как, я считаю, что упаковка слободы это просто верх дизайнерского искусства. Ну, не я делал, не при мне, поэтому я сейчас спокойно, ну, просто это вот слобода оливковая, ну, мне кажется, тут ничего более красивого, ну, трудно придумать что-то более красивое. Махеев, я, насколько понимаю, ребят, ребят, наверное, из Махеева этот вопрос задают, ну, у них размытие достаточно, ну, вот это позиционирование, то есть они и рекламные кампании Махеева, они всегда обращаются только к рациональным мотивам. Лимонный сок там, да, там, крупнейший, ну, они же рекламируют, чтобы там номер один, там. А вот почему мне, как покупателю, вот какая эмоция у меня должна родиться от того, что у меня Махеев появится в моем холодильнике или у меня будет на столе. Альтера, например, да, там, это обратный бренд, слобода Альтера, обратный. Вот Альтера сейчас запускаем в Египте и в Африке. Вы знаете, совершенно удивительную штуку обнаружили. В Африке люди, для них чувство собственной исключительности очень важно. У него машины нет, мотоцикла нет, но вот он как бы мужик, то есть он мужчина. Если там нужно, он там гарем себе соберет, и вот, как бы, вот эта внутренняя потребность доминировать, она, как бы, она такой движущей, ну, характеристикой национальной является. И для них Альтера, ну, кроме, там, какого-то, не буду говорить, для женщин, это инструмент, как бы, подавленной сексуальности, не инструмент, а вот, как бы, способ как-то свою реализовывать подавленную сексуальность, а для мужиков это вообще статус. У меня бутылка Альтера стоит в магазине, ну, у меня дома, значит, я крутой. Вот, вот, простая такая вещь. Я думаю, что главная причина, почему, ну, получается, УЭФКа, это вот ясное, четкое понимание в голове акционеров, в голове бренд-менеджеров, и в голове тех людей, которые занимаются продвижением, что такое позиционирование бренда, и как его развивать. Мы не работаем с агентствами вообще. У нас бренд-менеджеры – это белая кость компании. У нас брендинг называется самым сложным видом деятельности. Почему? Вы попробуйте другого человека, который вам понравился. Вы же замужем же, да? Да. Вот вы попробуйте другого человека влюбить в себя, который вам понравился. Ну, это же задачка такая, да, это такая сложная задачка. А теперь представьте, нужно влюбить в неодушевленный предмет миллиона людей. Вот это вот то, чем брендинг занимается. Поэтому у нас это высшая степень сложности деятельности. Это люди, которые живут в корпоративном центре, это самые близкие к акционерам ребята. И мы их собираем со всей страны и развиваем. И маркетингов в России нет, и брендингов в России нет. Количество людей, которые умеют это делать, очень-очень мало. Поэтому мы молодежь собираем, учим, обучаем. Ну, ролики, кстати, мы снимаем в Милане. Ну, всю концепцию позиционирования, визуальные ключи, все это разрабатывается здесь. Так, ну и давайте, наверное, в финальный вопрос. Сергей, а где и как лично вы постигали и постигаете природу человека? Ну, когда вот я стал директором... Через два года... У меня достаточно верующая семья. Я имею в виду мама, отец в Забайкалье, я из Бурятии родом, вот в райцентре наша семья построила храм. И мама была старостой храмом. Сейчас они переехали ко мне в Подмосковье. Ну, то есть я как бы... Для меня вот, ну, вопрос верующий я или неверующий человек, он вообще никогда не стоял. То есть я себя идентифицировал как православным. Но в церковь не ходил, ну, близко даже. И вот через два года вот этого, моего первого директорства, я понял, что, ну, какой-то кирдык мне приходит. И, ну, там, как бы, это отдельная история. В общем, я пришел в храм. И вот почти сколько? Скоро будет, там, 18 лет, как я, ну, хожу в церковь, а скоро будет 10 лет. Вот в следующем году будет, ну, а до 2001, нет, в 2011. Я как бы стал пить в церковном хоре. Вот для меня аскетика православия, для меня вот антропология человека, христианская, это вот были первой точкой, через которую я, ну, в человеке было интересно. Ну, на самом деле в себе интересно разобраться. Мне, как бы, человек мне... Ну, я не человек и ненавистник, но просто вот, что причинами являются. Я, люди, я очень, не очень люди интересны. Вот в себе я не мог разобраться. И вот, как первая часть, это была аскетика, святые отцы. Там столько психологии, что я в какой-то момент вообще считал, что, да вообще психология, это дурдом. Это, вот, это, это, я знаю то, что ни один психолог не знает. Я знаю о страстях, о природе своего дерьма столько, что мне никакой психолог никогда не расскажет. Вот. А потом пришел в... Ну, вот у меня был период в моей жизни, когда я понял, что... Ну, жуткий кризис просто. Когда я понял, что я про человека на самом деле ничего не знаю, меня предали те люди, в которых я верил. Я про бизнес ничего не знаю, потому что, ну, как бы, все развалилось, то, чем я занимался. И на самом деле, мое христианское мировоззрение это не сильно мне помогает, потому что я, вот, как бы, как бы, кризис... Вылезти из кризиса не могу. То есть я как-то, ну, не могу найти вот те причины, которые помогли бы мне в будущем уверенно смотреть. Вот. И... И психология у меня легла вот на это состояние свое. То есть я там обнулился, то есть у меня там, как бы, я много знаю, что вы мне... И... Ну, и вот, как бы, когда там с Эвка присоединился, с Эвка, на самом деле, наследница, наверное, советской психологической школы, потому что тот, кто, кто строил здесь учебный центр и лабораторию, и научно-образовательный центр, вообще научно-методическую работу, кто ставил, это... Это очень большие ученые, доктор психологических наук, кандидаты, и те материалы, которые здесь у нас доступны, они просто, как бы... Ну, во-первых, легли очень сильно мне, ну, как бы, на мои внутренние потребности, или даже на убеждение. Это все очень комплементарно оказалось моим христианским, ну, как бы, парадигме христианского мировоззрения. Вот. И это дало такой, на самом деле, очень интересный взгляд, возможность как раз со своими тараканами, в том числе, поразбираться. Вот. И я вот, ну, как бы, ну, если коротко отвечать, или чуть-чуть... То есть это вот христианская антропология и святые отцы, и психология. Вопросов, в принципе, больше нет. Наверное, только хочется услышать от вас пожелания. Что вы пожелаете бизнесу сейчас, вот в это время? Вы читали Николая Бердяева? Нет. У него есть такая работа «Душа России». Я ее читал в 2014 году. И тогда, когда читал, она меня зацепила тем, что, ну, вот, в 1914 году, равно 100 лет назад, получается, элита интеллектуальная страны одобряла войну. Она просто ждала, она вот ее как-то... Вот такое отношение было к войне. И он там пишет об этом. И потом, позже, в этой же книге, есть его статьи позже, когда он себя разбирает в свою реакцию. Почему мы так вообще? Как бы, что нами двигало? И для меня вот это было, наверное, больше всего зацепило. 14-й год тоже нашу, как бы, цикличность истории. А я в декабре у меня был баттл, Гарвард бизнес-ревнюю его организовывал с парнем из Пфайзера, из Роттердама. Мы про культуру, на самом деле, бились. И, ну, она так, как бы, несколько искусственно свои позиции раздергивали. Он защищал критичную одну позицию, я защищал критично другую позицию. Он защищал о том, что, ну, бизнес, это сложно. Я, он говорил, бизнес, это просто, я бизнес, это сложно. Он защищал о том, что человек рационален, я иррационален. Он наезжал на кабинеты, я наезжал на open space, он говорил, что развивать человека можно только развивать через позитивную обратную связь, развивая сильные стороны. А я говорил о том, что развитие, это только преодоление и работа над слабыми сторонами. Он говорил о том, что ошибки надо терпеть и прощать, я защищал о том, что ошибки надо наказывать и санкционировать. Он защищал демократический стиль управления, Я защищал авторитарный стиль управления. А в целом мы как бы отстаивали идею, что он говорил о том, что то, что работает бизнес-модели культурные, которые работают в Америке, в Германии, в Китае, в Африке, не надо изобретать велосипед. И в России это все будет работать. А я говорил о том, что да нифига, русский он другой. И то, что у вас там работает, то, что немцу хорошо, русскому смерть. Не надо путать вот это все. И я в подготовке к этому батлу, я еще раз прочитал эту статью. И меня поразило другое. Вообще рекомендую, на самом деле, это такой способ поковыряться в коллективном бессознательном нашем. Потому что он об этом пишет. И никто, кроме Бердяева, ну мне кажется, может быть Достоевский, может быть Розанов, может быть Леонтьев. Они настолько, ну Бердяев просто настолько звонко пишет про несовместимое, ну про сосуществование несовместимого в нашей душе, в природе, в культурном коде в нашем. Вот и среди прочего он пишет. У России не буржуазная душа. Не склоняется она перед золотым тельцом. И только заодно за это ее можно любить. Для меня это всегда было как-то понятно. То есть я бизнесом занимаюсь, ну деньги важны. То есть это как бы, этот сред, ну это как бы, что об этом говорить. Но если нет идеи какой-то высокой, понятной, то как-то этим заниматься мне интересно, понимаете. Понимаете, ну как вот оно не торкает. Только деньги что ли? Вот только чтобы что, 10 миллионов долларов, 30 миллионов, 50, 100 там и дальше. Ну как-то это все скучно. И вот мне кажется, что вот об этом как бы надо помнить о том, что такое русский человек, ну российский человек, он там про российского человека пишет, а не про русского по крови. Что для нас, и это вот как бы и чару важно знать на самом деле, и руководителям важно знать, что, ну когда модели развития, отношений, культуры строим, что на самом деле русский человек реагирует на смысл. Для него идеи важны. И именно идеи, а не только деньги. И если это будет как-то пониматься всеми, то то, с чего я начал, жизненная энергия нации, да, то есть корпоративная культура, человек большую часть времени проводит на работе. И получается, что то, что мы с вами обсуждаем в качестве корпоративной культуры, больше денег заработать или меньше денег заработать, быть более конкурентоспособным или менее конкурентоспособным, на самом деле мы с вами не бизнес-вопрос обсуждаем. Это государственного уровня вопрос. Мы обсуждаем, вот в момент нахождения человека, гражданина внутри компании нашей, страна становится сильнее или слабее? Вот жизненная энергия добавляется или исчезает? Поэтому все эти вопросы, они вот как бы очень важные, интересные, сложные. И желаю всем просто хотя бы интересоваться этим. Все. Я благодарю вас, Сергей, за то, что вы сегодня здесь с нами и уделили нам даже больше времени, чем мы планировали, чтобы вы поделились искренне, честно, вашим опытом, вашим видением. Это действительно дорогого стоит, иметь сегодня в такие вот тяжелые времена возможность общаться с теми, кто несет идеологию. Спасибо вам. Спасибо, что пригласили. Всего вам доброго, удачи и хорошего дня.